Вставляем сюда, потом берем проставку такую, чтобы не портить основное устройство. Зажимаем. Чтобы эксперимент прошел удачно, колба должна быть герметичной, поэтому в пробке должно быть ровное отверстие. О создании установки, с помощью которой его можно просверлить, ученый Александр Пыжов задумался еще в 80-е. Обычно, рассказывает, это делают вручную, процедура занимает много времени, плюс есть риск поранить руку. Транспортировать какое-то газообразное вещество в другую емкость. Но вот эта стадия, она очень вспомогательная. Наше устройство, оно снижает время на эту вспомогательную стадию и увеличивает основное время для проведения каких-то основных химических реакций. Сам процесс доработки, разработки ускоряется, и к людям это лекарство, например, придет быстрее. Сейчас, когда пробка плотно закреплена в устройстве, просверлить ее сможет даже ребенок, и отверстие получится нужного диаметра. В таком виде прибор появился только в прошлом году, и пока он единственный в своем роде. В создании незамысловатой установки ученому помогал первый соратник и верный товарищ, внук Илья. Когда мы сверлили, то сразу выявляются всякие проблемы. Что, например, как сказал дедушка, просверливается дно, и скользит она. Ну вот я предложил подставки, и чтобы сменная дощечка была, чтобы не просверлить устройство. Семиклассник Илья Янов познает мир вместе с дедушкой, вместе наблюдают солнечное затмение, изучают божьих коровок, путешествуют. По словам ученого, главное – развить в ребенке любознательность. Благодаря семейному увлечению наукой имя семиклассника уже значится в патенте, которым сразу же заинтересовались в Германии. Они готовы найти предпринимателя, который взялся за производство этих устройств, а для этого мы должны это устройство запатентовать там. Сотрудничать ему готово, дороговато это стоит. Свою установку, которая пока единственная в мире, разработчики решили передать в дар 64-й школе, где учится юный изобретатель. За ним стоит мощная стена в виде семьи, в виде дедушки, который ему помогает. Ну и сам Илюша, он уже развивается в нужном направлении. В направлении физики, сейчас он пишет новую работу по астрономии. Теперь Илья занимается разработкой защитного купола для лунной базы, где могли бы жить космонавты. Свой амбициозный проект юный ученый представит в этом году на научной конференции «Взлет», которую проводят специально для талантливой молодежи. Алина Чемерис, Константин Головин, События. Субтитры создавал DimaTorzok